Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим устройство и принцип действия тестозакаточных машин. Тестозакаточные машины применяются для получения тестовых заготовок цилиндрической и сигарообразной формы. Процесс формования в тестозакаточных машинах слагается из трех операций. Раскатывание округленного теста в блин, завертывание его в рулон и прокатывание рулона в тестовую заготовку требуемой формы. Операция раскатывания в тестовый блин в тесто закаточных машинок всех конструкций осуществляется одинаково с помощью одной или двух пар волков, имеющих встречное вращение. Завертывание раскатанного теста в рулон осуществляется четырьмя способами. При помощи гибкого фартука 1 с грузом 2, подвешенного над лентой 3 транспортера, по которому перемещается раскатанное тесто, панцирной сеткой или подвесками 1 из металлических прутков, установленных над лентой 2 транспортера, двумя бесконечными ленточными транспортерами 1 и 2 с противоположным движением и с помощью рифленого валика 2, установленного над несущим барабаном 1. Окончательная обкатка тестовой заготовки и придание ей формы батона производится на барабанных одноленточных или двухленточных рабочих органах. Тесто закаточной машины с несущей лентой «ХТЗ-1» и «ХТ-2-3-1». Эта группа тесто закатывающих машин нашла наиболее широкое распространение в нашей стране. Закатывание осуществляется так. Сначала тестовая заготовка раскатывается в блин в результате прохождения через две пары вальцов, а затем завивается в рулон и прокатывается под формующей плитой. На тесто закаточной машине «ХТЗ-1» закатывают заготовки в основном для изделий типа городской булки, плетенки и других. Машина состоит из станины 12, в которой расположен приводной электродвигатель. Сверху на ней размещены волковая головка 2 с двумя парами раскатывающих валиков 3 и 14 и приводные барабаны 13 и 16 ленточных транспортеров, питающего 1 и несущего 4. Над последним установлены завивающая сетка 5 и формующие плиты 6 и 8. Под ленточным транспортером установлен поддон 9. Над обоими транспортерами установлены насадки 7 для обдува заготовок воздухом. Несущий транспортер имеет дополнительную опору 11 и механизмы 10 для регулировки высоты рабочей щели между транспортером и формующей плитой. Для устранения прилипания теста поверхности валиков 14 и 3 и направляющей доски 15 покрыты фторопластом. Транспортерные ленты и металлические детали, соприкасающиеся с тестом, покрываются кремней органической жидкостью. К достоинствам машины следует отнести систему мероприятий по адгезионному покрытию деталей и ведению обдувки заготовок воздухом, что позволяет ликвидировать посыпку муки на заготовке и значительно улучшить санитарное обслуживание машины. Следует отметить и удачную в конструктивном и эстетическом отношении общую компоновку машины и удобство обслуживания. Тесто закаточная машина Т1ХТ231 имеет конструкцию подробную рассмотренной ранее машины ХТЗ-1. Однако машина Т1ХТ231 снабжена формующим транспортером и с именными формующими досками для изделий разной массы. В конце подающего транспортера установлен подающий валик, снабженный механизмом, позволяющим изменить расстояние валика от транспортера. Машина состоит из плиты 13, на которой смонтированы электродвигатель 12 и ретая рамы 11. В последней консольно закреплены две пары быстросъемных волков 14, 15, 8 и 9. Между волками имеются направляющая плита 10. Валики 14 и 9 имеют отражательные реборды. Над питающим транспортером 7 установлен подводящий валик 6, снабженный регулятором 5, позволяющим перемещать валик по вертикали. Над рабочим транспортером 18 расположены завивающая решетка 16, прокатывающий транспортер 17 и формующая плита 1, снабженные устройствами 2, служащими для регулирования высоты расположения формующих поверхностей над несущим транспортером. В машине предусмотрено более строгое центрирование тестовых заготовок с помощью двух щек 4. Обдувка тестовых заготовок осуществляется насадкой 3. Раскатывающие валки 1 имеют одностороннее консольное закрепление. На валки надеты тефлоновые гильзы 2 и диски 3. Валки имеют рукоятки 4 для удобства смены. В машине имеются три пары съемных волков, рассчитанные на закатку заготовок массой 200-500 граммов и 1 килограмм. Машина обеспечивает формование заготовок без мучной подсыпки. Машина приводится в движение от электродвигателя 1, который через клиноременную передачу 2 вращает главный вал 7 с волком 21. От этого вала через шестерни 6 и 9, 8 и 5 вращается волок 22. Волок 20 вращается от главного вала через шестерни 6, 9, 8, 10. А волок 19 через шестерни 9 и 12. С помощью цепных звездочек 16 и 15 приводится в движение транспортер 18, а звездочки 14 и 13 вращают прикатывающий волок 17. От звездочки 24 приводится в движение несущий транспортер 23, а от звездочек 11 и 4 формующий транспортер 3. Машина имеет сменные валки различной длины. Для верхней пары 120, 145 и 185 мм. Для нижней пары 125, 155 и 195 мм. Ширина ленты транспортеров, подающего 200, несущего 400 и формующего 400 мм. Тесто закаточная машина S500M относится к специализированным закаточным машинам. Предназначенным для формования рогаликов. Устройство формующей головки представлено на слайде. Машина состоит из приемной воронки 1, подающего рифленого валика 2 и двух раскатывающих волков 3. К волкам примыкают ножи 4 для очистки поверхности от теста. Раскатанная заготовка поступает между лентами двух транспортеров 5 и 10, образующих клинообразную рабочую зону. В которой осуществляется завивание заготовки в рулон и прокатывание. Над верхним транспортером устроен посыпатель муки, представляющий собой емкость 8 с рифленым валиком 9. Которым с помощью винта 7 можно регулировать натяжение ленты. Для этой же цели служит валик 6. Отформованные заготовки поступают на приемный столик 11. Барабанная тесто-закаточная машина. К этой группе относится тесто-закаточная машина МЗЛ-50, которая предназначена для формования заготовок массой от 55 до 550 граммов из пшеничной муки высшего 1 и 2 сорта при выработке батонов, городских булок, саек и плетенок. Тесто-закаточная машина состоит из приемной воронки 6, двух раскатывающих волков 7 и 16, ребристого валика 17, для завертывания в рулон, барабана 4, кожуха 10, для прокатывания заготовок, приемного транспортера 15, для окончательного формования и электродвигателя 13. Все элементы машины смонтированы на двух чугунных стойках 11, которые совместно с приемным транспортером и электродвигателем укреплены на передвиждом столе 12, установленном на катках 14. Кусок теста из делителя поступает в приемную воронку, захватывается двумя вращающимися навстречу друг друга волками и раскатывается в тестовый блин, затем валиком 17 сворачивается в рулон и фартуком 8 направляется в зазор между барабаном 4 и кожухом 10, для прокатывания. После этого тестовая заготовка поступает на ленточный транспортер 15, где прокатывается между лентой транспортера и неподвижным щитом 18, для удлинения и придания определенной формы. Над приемной воронкой установлен мукопосыпальник 5. Для ограничения ширины раскатываемого куска теста волок 7 имеет реборды, а волок 16 для лучшего захватывания выполнен слегка рифленым. Машина имеет в комплекте три сменных формующих щита с различным профилем в сечении. Для формования батонов, городских булок, саек и жгутов для плетенок. Кроме того, машина снабжена сменным кожухом с плоской и желобообразной формой, которая устанавливается между раздвижными торцовыми бортами. При необходимости разрезания отформованных заготовок над транспортером устанавливаются ножи 2. Для перехода на формование тестовых заготовок различной массой формы в машине предусмотрены регулировочные устройства 1.9.3. Для изменения зазоров между раскатывающими волками, между кожухом и барабаном, между лентой транспортера и формующим щитом. Машина приводится в движение от электродвигателя 13, который через цепную передачу приводит во вращение главный вал. Технические характеристики теста закаточных машин представлены в таблице на слайде. Агрегат для формования сдобных и булочных изделий А2 ХАС. Предназначен для механического формования и разделки тестовых заготовок массой от 75 до 100 граммов и укладки их в два ряда на пекарные листы. Агрегат состоит из станины 1, к которой присоединен питатель 2 с распылителем муки 3. На станине установлен 5-ручьевой механизм для раскатки 4 и 13. Дозаторы масла 9 и 15. Дозатор повидла 16. Механизмы центровки тестовых заготовок 14. Надрезчики 11 и 17. Передающий 10 и формующий 12 транспортеры. Сетка для закатки тестовых заготовок. Механизмы для складывания раскатанных заготовок. Сверху расположен расстойный шкаф для предварительной расстойки с цепным конвейером 5, на котором размещены пятиячейные люльки 6. Укладка сформованных заготовок производится на листы 18. Работает агрегат следующим образом. Округленные заготовки по питателю 2 поступают в агрегат, набираются по 5 в ряд и укладываются в люльки расстойного шкафа. Затем люльки опрокидываются с помощью упора 8 над одним из формующих механизмов. И по тестоспуску 7 заготовки направляются на формовку, смазку маслом, повидлом и закатку в рулон, после чего поступают к надрезчику. Агрегат может работать в линии с печью, имеющей площадь пода до 20 квадратных метров. Установку листов в магазин агрегата и их съем производят ручную. Агрегат обслуживается двумя рабочими. Основным достоинством агрегата является полная механизация формования нескольких видов изделий, имеющих различные массы и конфигурацию. Производительность ленточных теста закаточных машин, кусков в минуту, определяется по формуле, представленной на слайде. Вы посмотрели видео лекцию, посвященную устройству и принципу действия тестозакаточных машин для получения сигарообразных и цилиндрических тестовых заготовок. Благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик уведомления, а в нем все уведомления. Поставьте лайк, поделитесь этим видео в социальных сетях, пусть о нем узнает как можно больше людей. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.